Разумеется, нет такого сейфа, который невозможно взломать, но мы стараемся сделать так, чтобы читерство не давало какого-то существенного преимущества. Грубо говоря, игра не будет стоить свечи. Именно с этой цитаты я бы хотел начать это видео. А колё, это Сноумен. И расскажу вам историю. В этом недвале я участвовал в одной из беэс-помужинками ТО. Мы играли на воспользовании фразичной краски. Подали голды, контейнеры. И в один момент мне повезло, человек упал с боковой платформы на карте стадион, а я собрал его контейнер. После этого он, наверное, чувствует обманутость, что всё должно было быть именно так, как он задумывает. Но что-то пошло не так. Примерно так я чувствует каждый, кто теряет гол из-за читеров, кем я, конечно же, и не являюсь. Но удивления на читеров в новогодние проники я не увидел, по крайней мере у себя. У меня есть по этому несколько версий, почему это так случилось. Читеры не хотели вмешать ловить голды на новый год, но на высоких званиях было крайне мало читеров. Читы не работали. Я знаю, как вы считаете, но на мой взгляд, самый правдивый вариант скорее второй, так как в остальном сложно поверить. Но что если на этот раз читы просто не сработали? Какие читы бывают? Какие читы были? Как обычные игроки, сами того не подозревая, могут помогать читерам? Почему из-за этого страдают все? На это все у меня есть ответы, и об этом я сегодня расскажу. А пока что устраивайтесь поудобнее, ведь начнется танкаст номер 3, читерства в ТО. Как с этим бороться? Погнали! Итак, начнем с того, какие читы существуют. В игре есть чит, который ускоряет время в игре. Называется спидхак. Его могу использовать для увеличения скорострельности пушки, или, например, чтобы ускорить скорость вашего танка. Есть еще автокликер, который в данном контексте тоже чит. Он может супер быстро нажимать на кнопки, к примеру, от 1 до 5. И таким образом за вами будет как будто след из мил. Вы будете всегда под люстрой, и аптека вас будет лечить каждые 3 секунды. Не знаю, сколько времени прошло, но автокликер уже очень много раз успел бы лайкать это видео. Если ты лайкнул видео до просмотра, то красавчик. Интересный факт номер 1. На тестовом сервере не банят за читы. Ну, может быть, очень редко банят. Но обычно этого не делают. Так как тестовый сервер не предназначен для полноценной игры. Его в основном используют только для того, чтобы проверить обновление. Максимум, где вас забанят, это в чате. За флут. Ну, по крайней мере, так может посчитать система антифлута. Но ее вроде как тоже иногда отключают. Есть также чит на изменение радиуса и высоты камеры. Замена моделей таких пушек, как Гром, Твинсерельса и другие дальнобойные пушки, чтобы вы лучше могли нецелеться на игрока. Есть еще антиминус, чтобы ты не валялся. Или как называть всеми любимые икс иксарешек икс икс отдыхает. Есть чит на дропзона, на визуальную смену никнейма, на игнор текстур, на игнор танков и куча еще много разных штучек. А что было до этого? В том же самом видеоблоге номер 58 о читах прошлого очень хорошо рассказывается. Смотрим. Защиты от взлома в то время у игры практически не было, поэтому не требовалось создание никакого специального софта. Можно было пользоваться любой программой, позволяющей вмешиваться в игру. Самый первый чит — это спидхак. С помощью специального софта игроки ускоряли игровой таймер. Соответственно, танк начинал ездить быстрее, быстрее перезаряжаться, а значит и наносить больший урон. Спидхак был весьма распространен и даже использовался некоторыми недобросовестными кланами в киберспортивных сражениях. Причем даже незначительное ускорение таймера давало значительное преимущество в бою опытным игрокам. Ведь рельца читера перезаряжалась на мгновение раньше, и зачастую этого было достаточно, чтобы решить исход боя. А вот доказать использование спидхака в те времена было непросто, но мы справлялись и дисквалифицировали увлеченные в жульничестве кланы. Борьба со спидхаком продолжалась несколько месяцев. Первые способы защиты читерам удавалось обходить, но в итоге был введен ряд проверок, позволивших закрыть этот чит окончательно. Следующая серьезная волна — подмена ресурсов карт. Ряд несложных манипуляций, и вот уже игрок ездит по немного другой карте. Например, тишина была на уровень ниже. Для всех остальных это выглядело так, будто игрок под землей. То есть злоумышленник мог брать флаги и стрелять в других, но его никто достать не мог. Для самого же читера подмененные карты выглядели не слишком красиво, потому что сделанные они были топорно. Карты надефицировали по-разному. Убирали стены и дома, рыли туннели, по которым быстро довозили флаг. Или просто опускали всю карту на уровень ниже и ездили под картой. Это была первая серьезная эпидемия. Серверы наполнились читерами. Однако возможность подмены карт довольно быстро была закрыта. Первые читы были просты в реализации. Спидхак и подмена ресурсов карт не требовали от пользователя практически никаких знаний и усилий. Когда эти уязвимости закрыли, дело дошло до протокола. В то время протокол не был зашифрован. И при наличии специального ПО злоумышленник мог подменять команды от клиента на сервер. И сказать, например, я выстрел и попал в тот танк. Или я взял флаг и поставил его. Сервер соглашался, и читер получал очки, фонды, звания. В это же время вернулась подмена ресурсов. Только подменяли теперь не ресурсы карт, а определенные библиотеки, в которых хранился ряд параметров корпусов и пушек. Стало популярным увеличение угла конуса и дальности у огнемета. Угол увеличивался до 360 градусов, а дальность до 1000 метров. В этом пламени сгорали все, кто оказывался в прямой видимости от читеры. При этом урон всегда считался на сервере. Поэтому изменить этот параметр читеры были не в состоянии. То же самое проделывали и с Изидой. Кроме того, меняли размер дропа. Ящик для читера становился размером со всю карту. И тот гарантированно брал его. Тот же эффект достигался при увеличении размеров танка. Он занимал всю карту и получал все бонусы. Для остальных игроков все выглядело по-прежнему. Только дроп исчезал, даже не успев коснуться земли. Взлом протокола и подмена библиотек были неприятным явлением. Но по распространенности и вреду для игры уступали более ранним спидхаку и подмене ресурсов карт. Настоящая катастрофа случилась в конце зимы и начале весны прошлого года. Просто эпидемия какая-то. К этому времени все простые способы обмануть игру были закрыты. Чтобы получить новый чит, нужно было обладать серьезными техническими знаниями. И тут за дело взялись профессиональные взломщики, которые зарабатывали на этом деньги. Они придумывали читы, продавали их и получали неплохой доход. И начали вмешиваться в оперативную память. Фактически это самый распространенный способ взлома игр. И потенциально он дает полный контроль над тем, что происходит на клиенте. Первым делом появился телепорт. С ним можно было моментально собирать весь дроп, таскать флаги. Программировался ряд точек, в которые танк мгновенно перемещался по нажатию горячей клавиши. В это же время появился мега-килл или сковородка. Все танки на карте собирались в одну кучу перед читером. И он просто расстреливал их или сжигал из огнемета. Отсюда и название «сковородка». Для остальных игроков все выглядело как обычно. Они продолжали ездить, стрелять, но у них ни с того ни с сего уменьшалось здоровье, и они взрывались на ровном месте. Позже мега-килл преобразился. Читер опускал все танки под карту и там их беспрепятственно расстреливал. Но этот чит был менее эффективен, чем прежние. Еще один чит — «Клюважор». Взломщики пользовались тем, что башня танка нематериальна. В нее стрелять бесполезно. Они ставили корпус где-нибудь в укромном месте, а башню отсоединяли и летали ей по всей карте. Убить такого читера мог только «Шафт». Это единственная пушка, наносящая урон по видимой геометрии, но только в прицельном режиме. Чит «Домовой». Взломщик прятал свой танк в дом и стрелял оттуда по всем. Чит «Сосиска». Танк устанавливался так, чтобы свой флаг был совсем рядом, а флаг противника при этом находился в прямой видимости. Затем танк вытягивался в длину, доставая до вражеской базы и забирая знамя. Таким образом, очень быстро осуществлялась доставка флага. В ходе борьбы с читерством мы даже пытались обратиться к самим читерам. Были такие, кто предлагал свою помощь. Но это сотрудничество в итоге ничего не дало. Никакой ощутимой пользы добрые читеры не принесли. Выходом из ситуации могла бы стать серверная физика, то есть полное моделирование всех процессов на сервере. Это была бы серебряная пуля, практически полная защита от всех читов. За эту задачу взялся Алексей Хусаинов совместно с Михаилом Фоминых, Алексеем Квирингом и Павлом Пономаревым. Серверная физика была реализована довольно быстро. Однако многочисленные эксперименты показали, что полная физическая симуляция на стороне сервера невозможна. Поэтому она работает не в полном объеме. Это была важная веха. Если поначалу мы боролись с конкретными читами, то сейчас мы стали закрывать целые уязвимости. Словно говоря, били побольше площади. В это же время была придумана и создана система серверных проверок, которая позволила с высокой степенью точности отделить действия читеров от действий честных игроков. Постепенно большинство этих читов удалось победить. Античит, созданный год назад, надежно закрыл абсолютное большинство уязвимостей. Главное теперь невозможны читы, которые дают грандиозное, многократное преимущество над всеми. Оставшаяся мелочь, конечно, досаждает. Однако именно поэтому сейчас завершается работа над новой античит-системой. Это очередной этап доработки античит-системы. В этот раз мы постарались закрыть все известные уязвимости. Разумеется, нет такого сейфа, который невозможно взломать. Но мы стараемся сделать так, чтобы читерство не давало какого-то существенного преимущества. Грубо говоря, игра не будет стоить свечи. Как вы могли уже понять, в игре из запомянутых в видеоблоге читов осталось несколько. Спидхак и Бородсина. Хорошо, что игры какие-нибудь помогают читерам. Или помогают. Да, вы, я слышал, что есть игроки, которые помогают читерам. Вы хотели подавать свои аккаунты? Надеюсь, что нет. С одной стороны, люди не доумевают, почему нельзя продавать аккаунты. Дело в том, что читеров хотят манипулировать на низких званиях. Все значительно стекретить их поиск на высоких званиях. Именно поэтому в танках онлайн запрещена передача аккаунтов в любой форме. Ну, и не только поэтому, наверное. Выходит какой-то замкнутый круг. Читер читерит на новом аккаунте. Человек устает видеть читеров. То, как они над ним издеваются. Это тот же самый человек выставляет на продажу свой аккаунт. Читер его покупает. Читер читерит на новом аккаунте. И так по кругу. Постоянно. В ходе, что из-за тех людей, которые нарушают правила, страдают все? Да. Скажу больше. Есть люди, которые продавали аккаунты, сами этого не знают читерам. И они потом на свои же проданы аккаунты жалуются. Интересный факт номер два. Овердрайв тоже нацелен на то, чтобы бороться с читерами. Иначе как объяснить, что танки теперь могут прыгать не хуже, чем читеры? Стрелять не хуже, чем они? Почти что мгновенно уничтожать их одним прикосновением танка? Останавливать их уже перепасы? Ну вы поняли. К чему я это кланю? 14 февраля, день всех возлюбленных. А это праздники, повышенные голды и так далее. Что мы можем сделать? Скидать любую программу для записи видео и записывать каждый голд. Может какой-то читер поймает, а у вас на него компромат. Кидайте свои доказательства на тот же самый форум, в ветке нарушителей игры. И они добросовестные их людей накажут. Поступайте на так не только в этот день, но и в другие праздники. Ну и естественно я призываю перестать передавать аккаунты и бросить читерство. Или хотя бы делать это на тесте, но не на основе. Это был снова видео о читерстве тура. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи в рекомендациях ютуба. Пока. В общем-то, дорогие друзья, как видите, вот я тут монтирую, собственно, видео. Вот таймлайн, кому интересно. Так вот. И, короче, сейчас будет интересно. Сейчас вы можете, собственно, закончить просмотр видео. Но если кто-то хочет посмотреть смешные моменты, связанные с читерством, то... You're welcome. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите на это. Посмотрите... Ныне ты стоишь практически там же. Ползём. Ползём, 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 ползём. Только не пугайся. Давай. Только не пугайся. Неважно, потом поймёшь. Э, куда... Слышь ты? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот так вот, друзья, можно и бороться с читерами. А-а-а-а, тут полоса. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. реально медленно как-то падаешь даже и много проразиться в текстуру посмотрите на этот просто какую-то медленно и новов нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет куда только посмей пока У-у-у-у-у-у-у-у-у! Вау! в руку это так как так как так как так как так как и и и коротко бандичите в танках онлайн у нас в руки попал сенсационный материал а я упал так теперь тебе искать ну искать легко правда догнать сложно о да Субтитры сделал DimaTorzok